Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня отвечаю на ваши вопросы и в этом видео будет ответ на один вопрос, но его задает очень много людей. Я зачитаю один из вариантов, который написала Екатерина Рождественская. Егор, добрый день! Подскажите, пожалуйста, нигде не нашла информации, как вывести организм из состояния перетренированности. Вроде все старалась делать правильно. Вес упал до 60 см, рост у нее 166 см, а сейчас упорно стоит на месте. При этом появилась дичайшая усталость, причем с утра. Вес привычной стало поднимать сложнее, заниматься уже не очень хочется. Иду уже по расписанию без особого желания. Больше всего беспокоит усталость и отсутствие прогресса. Тренировки у меня базовые, для новичка. Занимаюсь около одного с половиной года, через день. На периодизацию пока не переходило. Пью витамины, БЦА, кардио не делаю. Как вывести себя из этого состояния и заниматься в удовольствии? Не знаю. Не могли бы вы посоветовать, что это такое и как с этим бороться? Перетренированность. Я не раз уже говорил о ней, какая это вредная и нехорошая бяка. И перетренированности нам нужно избегать и бояться как огня, особенно натуральному атлету. Но в перетренированность может впасть и человек, сидящий на фармакологии. Какие симптомы перетренированности вы уже услышали? Это нежелание тренироваться, отсутствие аппетита, плохой сон. Причем вы плохо засыпаете, даже если вы устали. И рано просыпаетесь. И при этом не чувствуете, что вы отдохнули. На тренировку совершенно не тянет. Падает все. Психический тонус. Абсолютно все. Неинтересен секс. В общем, жизнь превращается в ад. Но при этом нужно еще и тренироваться. И грамотно питаться, поддерживать как-то в себе мотивацию. Это очень-очень плохо. Я был в состоянии перетренированности и не раз. И в первую очередь из-за того, что, будучи натуральным атлетом, по молодости я копировал тренировки профессионалов. Дориана Ятса на тот момент, мистера Олимпия. И подобные тренировки профессионалов. Все это применяя на себе. Работал я на конвейере автоваза. Кто знает, это просто ад. И после этого я умудрялся еще идти. Полчаса, 40 минут мне нужно было идти пешком в тренажерный зал. А когда была вторая смена, естественно, я вставал рано утром и шел на тренировку. Одену очки, потому что невозможно говорить, хочется прям сразу чихать. Вот так гораздо лучше. И при этом я думал, что я не дотренировываюсь. Я ходил в зал не три раза в неделю уже, а четыре, потом и пять, проводя по два-два с половиной часа в зале. Естественно, я поступал неправильно. Я впал в такое состояние перетренированности, что у меня уже был рвотный рефлекс, можно сказать, на железо. И я не хотел абсолютно ничего, но находил в себе силы. При этом, при всем, еще работая на такой тяжелой работе. И хочу сказать, что если кто-то болел когда-то серьезно гриппом, то симптомы схожи. Вас начинает ломить, как при вирусном заболевании. Вас кости крутят. При этом нет температуры, вы не понимаете, что с вами происходит. Все очень просто, друзья. Если говорить конкретно о девушке, которая задала вопрос, при этом она не делает кардио, необходимо ей переходить уже на периодизацию. Что такое периодизация, я вам не раз уже рассказывал. Лучше всего периодизация, когда вы каждую новую тренировку на одну и ту же группу мышц проводите по-новому. Лучше всего, если ваша периодизация, ваш тренировочный цикл строится по принципу различия мышечных волокон. А вы знаете, у нас три типа мышечных волокон. Если применять эту классификацию, это окислительные, гликолитические и промежуточные. Так вот, каждый из типов тренинга требует определенного подхода. Чем это хорошо? Во-первых, хорошо, что вы будете развиваться абсолютно гармонично. Вы будете развивать все мышечные волокна. А это миф, что мы не можем развивать медленные мышечные волокна в плане массы. Любое мышечное волокно можно и нужно тренировать, как на массу, так и на силу. А выносливость – это тоже тренинг мышечных волокон. Это не тренировка сердца. Выносливость – это то, насколько много в ваших мышечных волокон митохондрии. Именно митохондрии позволяют нам с вами быть максимально выносливыми. Точно так же, как и бег не сделает вас настолько выносливым, насколько специализированный тренинг, рассчитанный на повышение митохондрий. И за два месяца любой человек может выйти на пик выносливости. Это я вам говорю с точки зрения своего личного опыта, потому что я не раз уже рассказывал, я помимо того, что тренируюсь железом, я играю еще в хоккей, я вратарь. И поначалу я очень сильно уставал. Я не мог отыграть 15 минут, потому что просто задыхался, ноги забивались. Когда я узнал о данной методике от Виктора Силуянова, я стал ее применять на себе. И сейчас я могу отыграть две игры подряд. При этом не чувствуя той усталости, той убитости, которую чувствовал ранее. Но сегодня в видео мы будем говорить о том, как выйти из состояния перетренированности, если вы в нее впали. Итак, друзья, первое-наперво нужно определиться, какая степень у вас перетренированности. Если у вас все те симптомы, о которых я вам рассказал, лучше всего отказаться от походов в зал на 10-15 дней. Но при этом не значит, что вы должны снизить свою физическую активность. Нет, займитесь каким-либо другим видом спорта. Лучше всего, если вы пойдете в бассейн, будете играть в пляжный волейбол, либо просто в волейбол. Если вы будете кататься на велосипеде, особенно если не будете садиться на сиденье, смените кардинально в противоположную сторону тот вид деятельности, которым вы занимаетесь. Это самое первое, что нужно сделать. Не забывайте, что любая монотонная работа приводит к перетренированности именно в первую очередь центральной нервной системы. А если у вас такое убитое состояние, то это говорит только об одном, что центральная нервная система настолько переутомлена, что не дает работать уже всему другому организму. Это очень плохое состояние, оно чревато серьезными проблемами со здоровьем. Вот почему еще я не рекомендую делать классическое кардио в таком длительном режиме, регулярно, постоянно. Вы настолько убиваете свою психику, что просто представить себе не можете. И зачастую классическое кардио, выполняемое через день ежедневно по 40 минут, по часу, очень быстро и быстрее всего приводит к перетренированности. Так что если вы делали классическое кардио, вам тоже следует от него отказаться. Можно и нужно переходить на интервальное кардио. Интервальное кардио, в отличие от классического, не убивает так сильно центральную нервную систему. И как вы знаете из моих статей и видеороликов, оно требует от вас всего 20 минут. Плюс время на разминку и заминку. И ни в коем случае не делайте никакое кардио в день силового тренинга. Даже если вы по своей глупости делаете классическое кардио, старайтесь сделать его все-таки в отдельный день от силового тренинга. Но применяйте классическое кардио как разминку и заминку в конце вашей тренировки. 5-7 минут вполне достаточно. Вначале вам нужно разогреться, чтобы температура вашего тела немножечко повысилась. Это можно почувствовать, если выступила легкая испарина на вашей коже. А в конце тренировки нужна заминка, когда вы наоборот понижаете темп вплоть до полной остановки. Для того, чтобы привести сердечно-сосудистую систему, да и весь в организм в до тренировочное состояние. Следующее, что нужно сделать для того, чтобы выйти из состояния перетренированности, обязательно растягиваться, если вы не растягивались. Каждый вечер медики, спортивная медицина утверждает, что лучшее время для растяжки это 10-12 часов после пробуждения. И если думать логически, это как раз время перед сном. Вы убиваете сразу трех зайцев. Во-первых, ваши мышцы, когда вы тренируетесь в силовом режиме, укорачиваются. И со временем они действительно укорачиваются настолько, что вы можете получить травму. Вот эта называемая крепатура, это хорошо, но вам нужно приводить мышцу в до тренировочное состояние именно в плане ее размера. И делать это нужно не во время тренировки между подходами, не сразу после тренинга. После тренинга вы можете растягиваться очень-очень дозированно, очень-очень легко, чтобы тоже не получить травму. А вот вечером перед сном, после того, как вы погуляли 30-40 минут, это следующий шаг для того, чтобы выйти из перетренированности. Лучшее время для того, чтобы порастягивать мышцы, абсолютно все мышцы в вашем организме. Следующее, что нужно знать, это вода. Если у вас есть перетренированность, исключите чай, исключите кофе. Перейдите целиком и полностью на прием жидкости именно чистой воды. Можете добавлять иногда туда БЦА, по утрам можно выжимать туда сок кусочка лимона одной дольки. И вода будет помогать нам быстрее выходить из состояния перетренированности. Проще всего разбить приемы воды на полуторалитровые бутылки, на пол-литровые бутылки. И если вы будете добавлять в каждую из этих бутылочек по 5 грамм БЦА, то вы легко наберете 20 грамм БЦА в течение суток. А БЦАшки тоже очень сильно помогают выходить из перетренированности. Кто не знает, БЦА поддерживает наш организм. БЦА не дает пережигаться мышечным волокнам и сохраняет мышечную массу. Я уже не раз говорил, что современная медицина, которая борется с последствиями анорексии, после того, как стала принимать в своей практике БЦА, резко снизила уровень смертности у бедных, глупеньких девочек, которые подвергли себя такому жесточайшему испытанию в жизни. Потому что у больных анорексии меняется психика. У меня были знакомые девчонки, с которыми я общался. Это совершенно другие люди после того, как они начали экстремально худеть. Ничто экстремальное не полезно. Как возвращаться к тренингу? К тренингу возвращаться проще всего и лучше всего. Где-то через 2 недели и начинать с тренинга окислительных мышечных волокон. Как это делать? У меня есть видео и статьи. При этом не доходить до интенсивности сразу же с первых тренировок, к которым вы привыкли. Почему? Все очень просто. Точно так же, как после болезни. Ваш организм сейчас находится в не очень хорошем состоянии. И повторная нагрузка, любая сильная, может быть причиной того, что вы будете еще дольше выходить из перетренированности. Грубо говоря, на ближайшие полтора-два месяца нужно заняться чисто физкультурой. Заниматься в удовольствие. Не хочется идти в зал, не идете. Хочется, идете. Чувствуете, что работа в кайф. Работаете. Чувствуете, что вам не нравится это упражнение, не нравится этот вес. Меняйте смело вес, снижайте его, меняйте упражнение. Здесь мы не будем говорить о том, какое упражнение лучше, базовое, не базовое. Здесь самое главное, потихонечку вернуть себя в режим тренировок. Но в первую очередь, конечно же, отдых. И отдых, друзья, повторю, активный. Меняйте, кардинально меняйте подход к тренировкам. Занимались силовым тренингом? Перейдите на выносливостный тренинг. Занимались тренингом на массу? Займитесь больше силовым тренингом? И когда вы потихонечку, плавно выйдете из состояния перетренированности, начните тренироваться грамотно. А грамотно тренироваться – это, как я уже говорил, по принципу периодизации, основанной на различном типе мышечных волокон. У меня есть статья, большая статья «Спина от А до Я». Так она называется. На примере мышц спины я там привожу полный цикл периодизации, чуть не сказал перетренированности, рассчитанный как раз на все типы мышечных волокон. И на основе этого цикла вы можете построить себе абсолютно свою собственную периодизацию, как раз-таки ориентируясь на мышцы спины, которые приведены в статье. Просто подставляйте туда мышцы грудные, ноги, руки, плечи. Каждую тренировку, повторяю, на одну и ту же группу мышц нужно проводить по-новому. Если у вас нет времени, если у вас нет желания и просто не хотите всем этим заниматься, вникайте, то просто вступайте в мою закрытую группу, которой на каждую новую неделю я выкладываю программу тренинга, основанную как раз на этом принципе. Сразу говорю, группа платная, друзья. Действительно, чтобы в нее вступить, нужно заплатить разовый взнос. Разовый. И вы получаете пожизненно программы тренинга. Я думаю, это того стоит. Если не хотите, вся информация, повторяю, абсолютно вся информация есть в моих статьях и видеороликах. И вы можете самостоятельно, изучая этот материал, построить себе план периодизации, который будет позволять вам не впадать в перетренированность. Если вы чувствуете первые признаки перетренированности, нужно кардинально задуматься, изучить то, чем вы занимаетесь. Даже если это не спорт. Ведь очень много перетренированности, а сейчас это называется синдром хронической усталости, и медиками он официально признан не так давно. То пользуйтесь моими советами, рекомендациями, и вы измените свое внутреннее состояние, и будете чувствовать себя лучше. Еще очень хорошая добавка, которая поможет вам в выходе из перетренированности, особенно хорошо засыпать и высыпаться, называется она мелатонин. Это гормон сна, можно так сказать. Принимайте его где-то за полтора часа до сна, и будете спать как убитый. Это тоже проверено на себе. Старайтесь исключить из своей пищи мусор, полностью, полностью перейдя на чистое питание. Каши, мясо, яйца, рыба. Побольше жирной рыбы, лосося из холодных морей, из холодных вод. Только рыба, которая плавала, жила в холодных водах, имеет очень хороший состав жиров омега-3. К сожалению, тот лосось, который выращивался фермерами, большую часть времени проводит в теплых водах. И уровень жиров его не такой качественный, не такой полезный, как рыба, которая жила в холодной воде. Это очень-очень важно знать, понимать. И когда вы покупаете добавку омега-3, смотрите на цену, потому что цена тоже показывает вам, из какого сырья, какого качества приготовлено. Сосредоточьтесь на приеме комплексных витаминов. И не тех, которые продаются в одной капсуле. Это не хорошие витамины. Хорошие, качественные, комплексные витамины – это обязательно где-то 8-10 капсул в одном пакетике. И принимать их нужно за раз. Каждая капсула будет рассасываться, растворяться в организме в определенное время. Не сразу все, потому что все витамины, если сразу растворятся, они друг друга убивают. Вам это не нужно, просто будете с мочой все сливать. Чтобы качественно получать витамины, они должны быть комплексными, и каждая должна быть упакована в свою капсулу. Это очень-очень важный момент. В России я знаю качественные витамины, которые расфасованы по подобному принципу. Это алфавит. Больше других хороших витаминов я не знаю. Ну что, друзья, в принципе, рассказал в основном все, что поможет вам выйти из состояния перетренированности. Но лучше в нее не впадать. А что для этого нужно? Для этого нужно просто вести тренировочный дневник, записывать туда то, что вы кушаете, записывать туда, как вы тренируетесь. И все это лучше любого тренера будет вам подсказывать, вести вас к тому, как грамотно жить, как грамотно тренироваться. Дам в конце один очень хороший совет, как заранее почувствовать приближение перетренированности, если вы не реагируете на сигналы своего организма. Очень сложно на самом деле это сделать. Но если вы будете делать то, что я вам сейчас порекомендую, вы это легко проконтролируете и заранее уже сможете определиться, когда подходит перетренированность. Просто-напросто нужно каждое утро, когда вы просыпаетесь, мерить свое давление. Мерить свое давление нужно, проснувшись, не вставая с кровати. Именно поэтому вы будете четко отслеживать, как и когда, в каком состоянии находится ваш организм. Никогда он вас не обманет. Если вы заметите, что давление падает или давление наоборот опускается, если ваш пульс будет повышен или понижен, это говорит об одном, что скоро перетренированность. Друзья, будьте здоровы, оставайтесь всегда на позитиве, приезжайте во Флориду, увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok